Всем доброго времени суток! Меня зовут Авангард, и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Noelle The Mortal Fate. Третий сезон уже из 7, хотя 7 сезон и не последний, впоследствии будут ещё сезоны выпущены, я надеюсь. Ну как бы то ни было, сезон называется Похоронить прошлое. И перед тем как мы начнём, скажу пару слов. В последней серии в комментариях мне написали, что меня плохо слышно, когда в игре играет собственно громкая музыка, поэтому я сильно постарался понизить звук. То есть, наверное где-то в 2 раза понизил звук, и надеюсь теперь мне будет слышно. Это очень обидно на самом деле, потому что сами понимаете, ну в такой большой серии нет возможности уследить за всей музыкой, которая в игре происходит. К тому же я не имею понятия, какая будет музыка, какой будет громкости, и заранее это никак не проверить, и перезаписывать тоже не станешь, потому что смысл это как раз в том, что прохождение слепое. Ну как бы то ни было, в последней серии мы сбежали от Майера Рассела и какого-то загадочного существа по имени Цезарь рядом с ним, возможно это тоже был дьявол, как Корон. А несчастная Сибила, к сожалению, похоже отправилась курацам, но всё-таки смерть её нам воочию не показали, поэтому я всё же надеюсь в глубине души, что она ещё жива. Мне понравился этот персонаж. Я не ожидал прийти сюда снова. Ну, в принципе, нет смысла пересказывать события предыдущего эпизода, хотя может и есть, учитывая, что меня не особо-то было слышно. Проклятие. Зачем так ронять несчастную, Наэль? Корон. Что это? Мы прям вынырнули в море с крыши Аквариуса. Да, доказательства коррупции мы так и не получили, так что нас ещё, похоже, ожидает долгий-долгий путь. Мы даже ещё не пришли его половину. И похоже, что мы плавали долгое время. Наэль Сергея Тески, кто забыл, наша главная героиня. На этот раз у неё есть рука, в отличие от первого сезона. Опять же, если кто-то забыл. Каменистая местность за городом. Никто не придёт, Наэль. Включи телевизор. Электричество работает. Красноглазый дьявол Корон. Ведёт себя как истинный цундер по отношению к Наэль. Также защищает её от неприятностей. Телевизор? Тес вообще в порядке? Я пал с такой высоты и плавал вдоль побережья, пока держал тебя. Особожно сказать, что я в порядке. Но я не умру. Всё-таки дьяволы так просто не должны умирать, мне кажется. В любом случае, включи телевизор. Я хочу знать, что сейчас происходит. Хорошо. Блин, я надеюсь, что перевод... Надо бы вообще купить игру в Стиме, на самом деле. Там, наверное, и перевод обновляется, становится лучше, хотелось бы верить. Ещё что-то она дороговато стоит для игры на РПГ-мейкере. То есть, по-моему, 400 рублей. Нет, для желания тратить у меня сейчас такую сумму. Причём ещё не знаю, будет ли перевод лучше в стимовской версии, чем здесь. Так, диван. Он покрыт пылью, и я предпочитаю не касаться его. Но, знаете, нищий не выпирает. Так, ладно. Ничего нету, в общем-то. Смотрим, что у нас по телевизору. Обратили вы, кстати, внимание, должно быть, что на заставке этого сезона у нас мэр Рассел Бэрлс. Ну, не думаю, что это что-то особо значит, но я скажу сразу, такой мини-спойлер. Ну, как мини-спойлер. Вау, ничего не на заставках последующих сезонов. Персонажи, которые вообще понятия не имеют, кто это такие. Так что скоро стоит ожидать пополнения каста. Я так полагаю. Ну, на заставке 7 сезона Джулиан, если я правильно понял. Наша подруга, если кто-то забыл. Которую мы спасали от бомбиста. Одной ночью компания перевоз... Одной ночью главный офис компании перевозок Аквариус был атакован. Множество дронов и защитных систем, охранявших офис, были уничтожены. Рядом разбился один вертолет и сгорел в пламени. Так, ну, камеры наблюдения четко запечатлели нападающего. И его личность стала шоком для жителей Лапуаса. Имя подозреваемой Наэль Серкетти. Ну, блин, ну аж думать, что Наэль знает каждая собака в городе. Хотя, конечно, она участвовала в соревновании на избранную пианистку. Но, тем не менее. 15-летняя девушка, недавно пропавшая. Говорят, что она вовлечена в жестокий акт, цель которого неизвестна вместе с дьяволом. Хотя, тем не менее, на сцене преступления, которое была полностью окружена полицией, в общем, не нашли там подозреваемых, неудобно, как-то фразы разбиты. Сложно. Сложно понять, как надо строить предложение на русском. Неизвестно, мертвы ли подозреваемые или живы. Или же им удалось сбежать. Сейчас подозреваемые разыскиваются полицией. А, да, это же наш старый добрый мэр Рассел Бэрролс. Это его неприятной улыбочкой. Всем полицейский очень симпатично нарисован. Он вообще все-таки нравится. Мне визуальный стиль этой игры довольно необычный он. Из-за недавних событий мэр Бэрролс. Сейчас у него важная пресс-конференция. Срочная. Мэр, у вас есть какие-нибудь комментарии, связанные с этим инцидентом? Действительно ужасный инцидент. Я не знаю, как пришло к тому, что она согласилась заключить контракт с дьяволом. Но это неприемлемое поведение. Воистину, Дианя Дьявола. Неважно, какова причина. Контракт с дьяволом это преступление. И признает дьяволу ненужного Пуаса. А я, Рассел Бэрролс, представитель Лапуаса, разозлил этим терроризмом. И ради безопасности людей, у меня есть план для быстрого ареста. Я планирую быстрый арест. Поэтому я прошу помощи у жителей Лапуаса. Мы никогда не подчинимся террористу, заключившему сделку с дьяволом. Давайте защитим Лапуас вместе. Пожалуйста, наш мэр защитит нас. Пожалуйста, быстрее рисуйте эту террористку. Ну, все понятно. Теперь мы, наверное, даже не сможем вернуться в наше убежище в Даунтауне. Как я и ожидала. Я не переношу, что мэр говорит все, что он хочет. Но, похоже, нас еще не нашли. Я думаю, мы сможем справиться с остальными здесь. Но полиция не была на нашей стороне с самого начала. Похоже, будет сложновато для нас появляться публично. Согласна. Ну, наконец, нас называли преступниками. Мы превратились в преступников. В любом случае, Корон, я спрошу тебя на этот раз. Что тебе нужно? Конечно, то, о чем ты говорил на крыше Акварио со с мэрами Сибилой. Я хочу знать. Ты и мэра Борлс? Что у вас за отношения? В конце концов, ты хочешь знать? Конечно. Сибилой сказал что-то о том, как ты и мэр заключили контракт. Это было моим укрытием. Задолго до того, как я был призван тобой в Аквасе. Если поищешь, то должны быть следы. Если хочешь знать, найти эту информацию сама. Я ошибся в свое тело, когда ударил себя в воду. Мы не можем больше выходить. Ну, в общем. Мы не можем больше появляться перед людьми. Я немного отдохну. В этом убежище. Хранится секрет между тобой и мэром. Хорошо. Отдохни. Я поищу что-нибудь интересное и покажу тебе. Сделай это. Для начала. Это комната. Наверное, все-таки надо немного поменьше делать серии на Эль. Похоронить прошлое. Подозреваю, что это название имеет отношение к отношениям как раз таки. Эх, фиолетовый цвет. Напоминает о мэре. Не слишком-то приятный цвет в контексте данной игры. Красный и желтый мне нравились побольше. Да, скорее всего, именно отношение мэра и корона будет посвящено. Будет посвящен этот сезон. Ну, посмотрим все-таки, что будет дальше. Так, корона что-то плоховато. Очень ему больно. Можем ли мы его чем-то вылечить? Ну. Ничего у нас не осталось с прошлого сезона, как и всегда. Все он нас забирает. Беспощадная жизнь. Так, а зачем пытаюсь выйти, если на Эль хочет осмотреть эту комнату? Так. Ты здесь ничего не найдешь. Если тут оставься какая-то одежда, то бы другое дело. Ну, давайте-ка загрузимся, мне же не дадут. Мне же не дадут или бонусные очки за то, что я такой. Ну, это связано с Барвелсом. Наверняка это мне засчитает как ошибку. Хотя, честно говоря, мне это не то, чтобы важно. А, ну ладно, не важно. Так вот, книги. Книга, связанная с политикой. Может, из-за соленого воздуха она все растрескалась. Эта книга, это тоже книги о политике. Это, может, и связано с Барвелсом. Верно, мэр Барвелс политик. Наблюдение, достойное Шеролка Холмса. Может быть, мэр Барвелс считал это здесь? Давайте спросим корону. Давайте сохранимся. Эту неприятную привычку я снова в себе оживил после карманного зеркала. Покет-мирр. Корону, это книга о политике? Эта книга принадлежит тебе? Или? Интересно, что ты думаешь, Наэль? Я думаю, это... Блин, бомбиста тут причем? Ну, бомбиста вряд ли читал книги о политике. Может, и Барвелс? Там эта книга принадлежит мэру Барвелсу. Все книги здесь связаны с политикой. Я не думаю, что о дьяволе будет много книг о политике. Че, не угадал? Ты права. Эта книга не принадлежит мне. Эта книга принадлежит юному мужчину-совету, который однажды призвал меня, великого дьявола. Где мы вместе строили замысл в этом убежище. Это случилось в этом каменистом месте. Тихие волны на шумная ночь. Странно звучит, конечно. Чем-то они таким занимались здесь. Честно говоря, Барвелс, как ни странно, выглядит здесь каким-то очень старым по сравнению с тем, какой он сейчас ли, мне кажется. Дьявол корон. Я был призван по твоей просьбе. А, ну так он выглядит моложе, но спрайт его выглядит гораздо старее. Вот кажется, что ему лет 60 на спрайте. А вот Самар, конечно, выглядит молодым. Дьявол? Это правда? Хочу знаки вопроса, или тогда его звали не Барвелсом? Ты призвал меня, человек. Да-да-да, я призвал тебя. Что означает, ты должен следовать моим командам, верно? Следовать твоим приказам? О чем ты говоришь? Что? Независимо от того, заключает ли призванный Великий Дьявол контракт с этим человеком или нет, это решение Дьявола. Оно не тебе принадлежит. Я не хочу выполнять какую-нибудь скучную просьбу. Что? Это не то, что я знал. С этой сделкой Великий Дьявол становится моим фамильером по контракту. Я слышу, что Великий Дьявол могущественные воины. Как глупо. У тебя была неверная информация. Дьявол и тот, кто заключил контракт, контрактёр, я не знаю, как это по-русски так сказать, неравны. И они станут твоим фамильером. Это зависит от моих, так скажем, чувств. В общем, это зависит только от меня, буду ли я заключить сделку с тобой или нет. Если ты будешь продолжать искорить мне этой чушью, я разорву тебя, конечно. Ну, в общем, по одной будет конечностям отрывать. В последнее время я заметил, что мне сложно немного строить фразу на русском при переводе. Наверное, может, дело в том, что я стал гораздо меньше писать всякой прозы. Поэтому потерял умение складывать слова в нормальные предложения. Хотя, может быть, виноват и кривой перевод с японского, потому что, ну, никто особо не хвалил перевод в этой игре. Эх, почему вы джипёр с ней не переводил, я был бы так рад. О, боже мой. Так что же мне делать? Эй, он там. А вот и мафия подъехала. От мафии, кстати, мэр Бэрлс избавился, как мы знаем. Вроде как. Он, он с дьяволом? Мы подумали, что сбежал, но ты спрятал здесь дьявола. Да ты сам преступник. И что это за ситуация? Раз ты не видишь, я был в бегах. Я приготовил его это место, чтобы призвать дьявол, если случится что-то важное. Если ты не осознаёшь, то это как раз что-то важное и срочное. То, о чем ты говоришь, не имеет ко мне отношения. Что нам делать? Дьявол опасный? Хороший вопрос такой. Философский, риторический, я бы сказал. Мы можем справиться с дьяволом. Что за рэмбо подъехал? С дьяволом может справиться. Поглядите на него, он такой худой, слад. Хе-хе-хе. Блин, вот это обидка. Это будет вообще без проблем. Действительно, той счастливой головой. Мы научим его о том, что люди рулят. Это самый бредовый диалог, который я когда-либо видел, если честно. Только что назвал великого дьявола слабым. Ко всему этого птичья голова вот это вот по-больному, по-больному попал. Только Наэль может себе позволить так называть корона. Да и то, мне кажется, добром это не кончится. Ты не послушаешь, чего ты хочешь позже. Ты можешь позаботиться о них? Тот прыжок, конечно, он назад сделал. Здесь акробат, а не политик просто. Ты зол. Неприличное слово, а ты птичий... Пошел неприличный птичья башка. Сейчас твой шанс убраться отсюда подальше. Блин, это не материться, это вообще нехорошо в процессе диалога. Я думаю, я так полагаю, не могу умереть. До свидания, молодые люди. Эх, жалко пацанов. Такие молодые были, горячие. Жаль, что тупые. Все. Жалкие людишки. Тебе лучше выбирать свои слова осторожно, если не хочешь закончить, как эти ребята. Дьяволов могут оскорбить даже сущие мелочи. Эх, баррел с такой робкий совсем не похож на себя сегодняшнего. Вы помните, как он с короном разговаривал? Как будто он вообще ничто. Теперь скажи мне, чего ты хочешь. Если мне понравится, что я услышу. Я выполню твое желание. За определенную цену. Но если это глупое желание. Тебе придется привязать на себя ответственность за то, что ты потратил свое время. Но зато сходил, блин, пропустился. Так сказать, прогулялся на свежем воздухе. На этом все сидел в своем воду и скучал. Я, 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 я Рассел Беррелс, член совета в Лапуасе. Я хочу стать на верхушке Лапуаса. Стать самым сильным и никого не слушать. 8 лет тому назад там было интересно, сколько ему лет. Наверное, лет 20. Хотя член совета 20 лет. Но выглядит он очень молодым. Правда, сейчас, сейчас ему точно 30-30. Другими словами, ты желаешь силы? Если этого желаю, ты можешь сейчас одарить меня этой силой? Легкое предложение. Точнее, задание. Понятно. Но это не то, что я желаю. Я хотел использовать тебя, как самого сильного телохранителя. Хочу стать на верхушине Лапуаса. Я не хочу, чтобы эту позицию передали мне в руки. Я хочу силы, чтобы преодолеть барьеры и сломать стены, нужные, чтобы достичь вершины Лапуаса. Почему? Это будет только проблемой. Контракт дьявола заключается в том, чтобы, так сказать, ну, процесс убрать, чтобы сразу все произошло. Ну, вы поняли, да? Я, типа, взял и стал мэром Лапуаса. Не то, чтобы до чего-то добиваться. И чтобы быстро дать власть, идеи, богатство. Но, в любом случае, в этом нет смысла. Я хочу не самую силу. Мафия. Старые члены Совета. Любой, кто смотрел на меня сверху вниз, со моего возраста. Я хочу расправиться с ними. И хочу, чтобы они узнали обо мне. Боялись меня. А власть последует за этим естественным образом, как результат. Нет смысла иметь ранг, не имея силы. Ты желаешь не силы. Точнее, ты желаешь не власти, но силы, чтобы получить власть. Вижу, это больше подходит шалкому человеку, который убегает прочь от мафии. Это... Вот почему мне нужна твоя помощь. Если ты не хочешь быть моим телохранителем, тогда, по крайней мере, дай мне силу дьявола. Мафия может прекратить преследовать тебя, если ты возьмешь эту силу, несмотря на... Несмотря на это, ты хочешь заключить сделку с дьяволом и отбросить проще свою поседневную жизнь, чтобы получить силу и власть. Да. Если мафия не подчинится мне, если я не могу стать на вершине волоса, волоса, то это то же самое, что быть мёртвым. Я не понимаю, почему ты желаешь по силы так сильно. Почему я должен рассказывать всё, кому таково я только встретил. То, что это великий дьявол? Нет. С которым хочешь заключить контракт? Хорошо, мне нет нужды знать. Просьба сама по себе неплохая, это простая я человеческая амбиция. Не то, чтобы мне не нравятся такие желания. Потому я дарую тебе свою силу, как ты и желаешь. Правда? Тем не менее, есть два условия. Во-первых, я никогда не дарую тебе какие-либо особые способности. Сражайся против каждого врага своим некомпетентным телом. Как ты и говорил, я просто помогаю чтить его охранителя. Неважно, враг мафии или кто-то ещё. Хорошо, я ожидал этого самого начала. И второе... Второе условие это плата. Ты сказал мне, что не хочешь силы, верно? Тогда этот контракт будет существовать, только до тех пор, пока ты не станешь мэром Лапаса. В этот момент контракт будет расторгнут. И после этого твоя жизнь... Тыка, твоя жизнь... Мэра проведёт к твоему падению. Это условия сделки. Падение. Это... Другими словами, ты сражаешься для того, чтобы быть в итоге разрушенным. Если твой слава правдива, это ведь не проблема, так. Если ты сможешь принять эти условия, наш контракт будет заключён. Хе-хе. Что думаешь? Сберёшься наш. Микарный корабль, который обречён на тонуть. Рискнёшь своей жизнью ради этого? Я. Я. Ну, конечно... Корону хватает, так сказать, чувства юмора и вообще ироничности. Барлесс был в нашей команде, как мило. Всегда мечтал играть за мэра Барлесса. Так вот, какой была встреча с мэром Барлессом. Да. В конце концов, он согласился на эти условия, и мы заключили контракт. Ведущий к его уничтожению, как мэра. Это было начало битвы, и его битвы, чтобы стать мэром. Почему он хотел стать мэром, даже если бы это привело его к падению? А так как у нас руки забрали, хотя мы хотели быть лучше пианисткой. С таким контрактом, даже если ему удастся стать мэром, он не сможет держать свою позицию очень долго. Погоди, тогда нынешний мэр... Не торопись, это только начало. Наш контракт начался с этих условий. Понятно. Но ты всегда требуешь такую жестокую плату. Даже когда дело шло обо мне, оторвал конечности будущему музыканту, играющему в церемонии. Ха. Считай это комплиментом. Хорошо, я чувствую себя лучше. Мы не можем оставаться здесь навечно. Давай двигаться. Ты в порядке? Кстати говоря, почему ты не продолжил рассказывать? Я могу ходить. Дьявол легко восстанавливается. Я продолжу историю, когда у нас будет следующий привал. Хорошие навыки детектива, даже прекрасные навыки детектива у нас. Ну да, конечно, блин, Шерл Холмс в шоке просто. Моих навыков детектива, я полагаю. Это ж как, как же он догадался, что книги о политике принадлежали Баррелсу. Невероятно. Зря сохранился. Но мне нравится эта игра, что она даёт нам всегда сохраняться. Где мы вообще оказались? Погоди. Что случилось? Смотри на коридор. Неплохое предчувствие. А, это термальный сенсор. Почему здесь установлена такая система безопасности? Проклятие, это Баррелс. Он уже знает об этом месте. Он мог понять, что с того момента, когда мы сбежали из резиденции Нейера, Баррелс должен быть следить за этим местом. Потому что это было секретное обещание, как для Баррелса, так и для меня. Так он мог предсказать, что ты будешь спрятаться здесь. Предвидеть, я бы даже сказал, у нас нет выбора. Мы должны избежать этих сенсоров, чтобы двигаться дальше. Ничего мы ни с чего не сможем сделать, если здесь появится полиция. Нам нужно пройти ещё немного перед тем, как мы достигнем выхода. Если двигаться аккуратно, пока мы будем аккуратно двигаться, я расскажу тебе, что случилось. Мне, конечно, нравится, что автор всегда пытается добавить какой-то геймплей в игру, чтобы нам никогда не было. Ну, что мы не только за сюжетом следили. Блин, я не очень-то понимаю, как это работает. Давайте сюда отступим. Это пули. Ну, мы можем украсть столько оружия, сколько мы хотим. Это отсталость той мафии, которую мы одолели. Конечно, любые следы от пульта станут материалом для последования, так что они... Поэтому они не могли стрелять бездумно. Почему? Это ещё что за палочки? Что это такое? Тоже хочешь поискать пистолет? Нет. Мне сейчас нет нужды такой вещи. Ну да, оружие не нужно, чтобы вы понимали. Я вот думаю, есть ли смысл попытаться, да, и пройти наверх. Нет, похоже, вверх не подняться, да? Так, что-то я какой-то фигней начал заниматься. Ладно, ничего страшного, наверное. Ну, не знаю, смысл идти наверх. Вряд ли там что-то важное. Может, вниз есть смысл пойти. Внизу такое чувство, что там просто тупик. Нет. Странная система, конечно. Это искусственные цветы. Их одно, что принёс Барвус. Ну, на самом деле, для пещеры не хватало цвета на его вкус. А он более женский ничьи не ожидал. Жуткое скрубление, конечно. Ну, там вообще какая-то жесть уже. Ещё нельзя было просто поставить охрану в этой пещере. Посидели бы отдохнули. Как долго вы использовали это место как убежище? Почти год. В таком месте целый год. Барвус больше провёл здесь времени. Проводил здесь больше времени, чем в собственном доме. Ну, там изначально была пещера, никто сюда не приходил. Это было лучше в убежище, чем то, что у нас было в трущобах. Хотя он сначала жаловался. Он быстро привыкнется к грязи и плохим условиям. Жаловался. Слишком много жалков. Мой костюм помнётся. Холодно. Я слышу множество тупых жалоб. Это шок. Да, и против такого человека мы боремся даже неловко как-то. Поехали. Так, вторая комната. И похоже, сейчас мы узнаем следующую часть истории. Не знаю, помогут ли нам тут детективные навыки. Мне нужно отдохнуть. Ты правда в порядке? Я не в идеальном состоянии, но гораздо лучше, чем раньше. Но всё равно от на здоровье. Пока я отдыхаю, почему бы тебе не исследовать эту комнату? Это была комната для брифингов. Где Барвус и я всё замышляли. Весь важный материал был уничтожен, когда мы покинули. Но, возможно, остались какие-нибудь фрагменты. Если хочешь, можешь поискать сама. Ты имеешь в записи в ваших битвах? Боихимэра. Должен просто сказать мне. Ищу себя утомлённым. Тебе нужно поработать, если хочешь знать. У меня нет выбора. Можешь отдохнуть пока. Я собираюсь исследовать эту комнату. Если найдёшь что-то, показывай мне. И потеряйте рейс, если будешь спрашивать всё сразу. Белая доска. Пустая, покрыта пылью. Книги и пустые полки. Коллекция дорог. Коллекция карт, дорог, местных дорог и местности вообще. Ладно, смысл закружаться. Не, 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 смыслительное прохождение. Не, ну раковина вряд ли имела к ним отношение. Подумал, типа, карты дорог, там. Местности вообще, это же важно, типа. Логистика, это вообще всегда важно. Да, всегда разорсаны документы. Чернила размытая, тяжело читать. Декой, эту сити, дэнчерос. Склад. Побережье. Нужно, нужно. Это точно связано. Но это явно похоже на план. Это наверняка имеет отношение к схемам мэра Баррелса и Корона. Корона. Это часть плана, которую вы использовали, чтобы сражаться против мафии? А, она все еще лежит здесь. Это на самом деле был черновик. Здесь Баррелса обдумывал, как он и я могли сразиться с могущественной организацией вроде мафии. Prefer to something. Он часто вспоминал о чем-то, что это могло быть. Я уверен, что ты точно помнишь. Если хочешь дознать, думай, как Баррелс. Я не скажу тебе это так легко. Мэр вспоминал о чем-то, чтобы создать план. Чтобы строиться против мафии. И нужно это поискать. Я думаю, они туда просто иногда пили, ничего страшного. Что-то я ничего не понимаю. А, за что есть книги на столе? О, мать-ка. Непонятно. Блин, неужели раковин играл вот такое важное значение в этих планах? Это табуретка? Да, тоже нет. У него просто как-то нет идей. Привелись все-таки карты. Нет, ну теперь карты, оказывается, стали важной информацией. Ну, зашибись. Верно, если он хотел сражаться против противника превосходящего числу, вполне озвучено, что он рассчитывал географическое преимущество, пока разрабатывал свою стратегию. Эти карты выглядят довольно поношенными. Спросим корону. Эта карта выглядит изношенной. Ну и что с ней не так? Другими словами... Ухт. Не стыдно. Блин, меня все, конечно, понимает. Типа, наверное, возможно, фанатский период. Но, блин, игра продается в стиме за 400 рублей с таким переводом. Другими словами... Да, ну у нас есть выбор. Зачем же мэру нужны были карты? Чтобы находить географические преимущества? Или ему просто нравилось на них смотреть? Что же вы выберете, Шерлок? Сложный такой выбор. Он свозил географию или свел преимущества? Чтобы уменьшить разницу в числе и получить преимущество. Также есть много записок о ландшафте в его черновике. Какая ностальгия. Да, вместо того, чтобы сражаться с мафией напрямую, мы заманивали их в местность, которая имела для нас преимущество, и атаковали. Мы никогда не сражались, если обстоятельства были не в нашу пользу. Многие его планы были тщательно продуманы. Но мафия не настолько глупа, чтобы мы могли ее выиграть только с помощью этого. Иногда не было выбора, кроме как вступить в опасную битву. Во время стратегических встреч мы часто пили эту вещь и обсуждали все. Душа в душу, так сказать. Злая медицина, что обсуждается душа в душу. Но это ликер. Блин, я не знал, что Харон пьет. А, я думаю, что они пили это, пока они придумываются стратегии. Блин, на самом деле, только сейчас понял, как, наверное, странно выглядит она рукой справит, пока она ходит. Видите, она типа мажет одной рукой. Ты имеешь в виду этот алкоголь? Верно, под злой медициной. Да, ты права, но это хорошая медицина, чтобы прославиться. Это мес, отплата, алкоголь. Не помнить ни, когда мы сражались вместе. Я стал раз, словом, думать над большим количеством битв, сражаться самому по себе. Иногда я помогал и смотрел, как он растет. Вырастил монстра на свою голову. Что тут сказать? Я попью. Убийство, угрозы, коррупция. Медицин совершал различные преступления до сегодняшнего дня. Честно говоря, это еще ко мне не вернулось, так скажем, бумерангом. Это потому, что никто не подозревал тебя. Если бы ты совершил ошибку прямо сейчас, прямо сейчас тебя бы преследовала полиция. Спасибо, корон. Когда я застрелил у политиков, соединенных с мафией, я подумал, что этого... Я думал, что было бы достаточно, если бы их просто встали в госпитале или они были запуганы. Но ты порекомендовал, чтобы я не оставлял вещи на полпути и убил их. Я последовал твоему совету. Когда я пытал босса мафии, я думал только прочнить ему боль. Но ты сказал, что я должен взять его семью и друзей в заложники. Я последовал твоему совету. Ты советую ужасающие, но приносят плоды. Каждый раз я понимаю, что мне еще многому нужно научиться. Да, Рассел, ты еще не зрел. Тебе... Тебе еще не хватает смелости, чтобы вталкивать других в грязь без жалости. Ты собираешься сражаться с врагом вместе с дьяволом, любой человек, который увидит тебя, женщина или ребенок, должен быть убит. Эх, а нам-то он не дал убить Сибилу. Что-то коронный правда стал очень мягким. Верно. Сегодняшний у кого-то был не достаточно крепок. Выпей больше, забудь о разме и думай только о своей цели. Честно говоря, я не думал, что зайдешь настолько далеко. Но ты хорошо справляешься. Кровавый трон диктатора 2-го класса скоро будет твоим. Может нам нужно открыть и бренди? Не говори такие вещи. Я не хочу быть диктатором. Просто хочу быть на вершине. Это для меня звучит одинаково. Почему ты так волнуешься из-за деталей, когда мы говорим об этом? Забудь об этом. Можешь думать обо мне как об избирательном человеке. Мы почти дошли до конца. Если план строит это хорошо, мое достижение, я наверняка, следующим майором наверняка стану я. Но это большие планы, я не могу давать тебе инструкции все время. Верно. Я должен достать дьяволом. Центральный отель Лапуаса. Завтра все будет решено там. Мафия, семья Росса и семья Бианка. И мой отец, нынешний мэр Лапуаса, Иральда Баррухс. Завтра я подготовил план, чтобы все собрались в центральном отеле. Я готовился долгое время к этому моменту. Но расплата будет значительной. Завтра мы спровоцируем и атакуем каждую из групп мафии. Это будет историческое сражение мафиозных семей. Мы сделаем все так, чтобы все выглядело, будто это случилось из-за конфликта. Ну и мы убьем тену нынешнего мэра твоего отца. После этого подыгрывай полиции, которые на твоей стороне. Встреться с ними, чтобы ты мог контролировать ситуацию. Ой, обе семи мафии, которые контролируют, которые держат власть на Долу Плассу, и нынешний мэр исчезнут. Из-под твоей лейтерс, но ситуация будет под контролем. Хотя твое выступление будет зависеть от твоих навыков, но это неплохая идея, верно? Ты действительно дьявол, Корон. Заставить сына убить отца в самом конце. Твой отец мэр, если ты наверху на верши их ушки Ла Пласса, он на твоем пути. Ты можешь это сделать? Чтобы для твоего падения в качестве мэра ты можешь убить своего отца? Да, я могу это сделать. Я убью своего отца и завершу этот план. Не хочу совать нас ни в свое дело, но я все еще не понимаю. Почему ты так желаешь достичь вершины? Зачем мне заходить столько далеко, даже убивать своего отца? Насколько я знаю, для детей убить своих родителей это грех. Это раздражает. Не хочешь совать нос, так и не спрашивай. Есть вещи, которые я не хочу тебе рассказывать. Мне не нужно, чтобы кто-нибудь что-то выговаривал, но для меня убить Ральда Барлоса это неизвежный тест. Неизвежные испытания. В любом случае, разве не ты был тем, кто сказал мне события рассудительности? Никогда не видел, чтобы кто-то старался так сильно, работая с дьяволом. Из-за этого ты меня достаточно заинтересовал. Ты отличаешься от всех моих прошлых жертв. Твоя амбиция не... Неповерстно, но довольно глубоко запустила свои корни. Жаль, что я не могу этого слышать напрямую на тебя. Что до меня, мне любопытно. Блин, ну вещей, честно говоря, с трудом понимаю смысл насчет судьбы твоих последних дней после того, как... Вот, то есть, насчет судьбы твоих последних дней после того, как ты исполнишь ее желание. Какой еще судьбы последних дней? Тогда пора, пожалуйста, продолжать помогать мне завтра. Завтрашняя миссия определить мое будущее. Тогда, чтобы взлодриться, давай откроем это Брэнди. Просто будь убедить, что это не помешает завтрашнему плану. Блин, короналкоголик, что ли? Понять не могу. Что? Петро умер. Что случилось? Где-то что случилось. Это была семья Россо посреди бела дня здесь. Проклятие. Защищайте босса. Позовите на помощь. Давай разделимся здесь. Я разберусь с Бианкой, а ты позаботься о Россо. Будет наша самая кровавая миссия. Ты готов? Если я не готов, я умру. Ты в порядке? Даже несмотря на то, что ты дьявол, я знаю, что ты не уязвим. Ты беспокоишься обо мне? А? Ну, конечно. Будет проблема, если ты умрешь. Как интересно. Мне так легко не одолеет. Позаботься о себе, Россо. Нам лучше двигаться, и тогда мы встретим... И затем мы встретимся наверху. Ты, Россо Барллс? Прости, Россо, что видел меня, мне пресса тебя убить. Ого, мы будем играть за Россо. Что происходит? Это уже 12-е... 12-е сообщение о стрельбе. Это мафия. Просто и Бианка сражается в этом отеле. Что? Почему так внезапно? Слишком опасно будет перемещать и эвакуировать отсюда гостей. У нас нет выбора, кроме как ждать помощь от полиции. Я начинаю терять свое чувство справедливости. Это, возможно, из-за необычной ситуации. Я только что убил трех человек, но я все еще спокоен. И мои раны совсем не болят. Позже я все еще могу продолжать идти. Теперь. Семья Россо атаковала. Помогите. Черт, здесь и там. Черт. Непонятно. Хорошо, теперь давайте уберем. Теперь нужно убираться отсюда. И дать им уничтожить друг друга. Ну, еще вы же не сражайтесь, пока все не выйдет из-под контроля. Кто это, черт возьми? Дьявол? Так, вы семья Россо? Это контракт с семьей Бианка. Умрите. Как смеет семья Бианка атаковать нас здесь подобным образом? Мне нужно дать другим знать. Семья Бианка атаковала. Разве он так неторопливо ушел просто? Я Карл просто на него смотрел. В принципе, я понимаю, что это часть план, так что все логично. Он просто так не торопился даже. Да, дайте всем знать, что семья Бианка атаковала. Росо атаковали Бианка, и Бианка атаковали Росо. В этом отеле, поэтому они будут отчаянно сражаться. Сражайтесь друг с другом, стреляйте друг с другом и умрите вместе. Хорошо. Сражений становится все больше. Уже скоро. Джин, это я. Пришло время. Позвони в полицию и с командой. Позвони в полицию, и через 12 минут я произвенюсь к тебе у задних дверей отеля. От тебя зависит мое алиби. Я убил всех, кто видел мое лицо. Конечно же, все камеры наблюдения отключены. Я приготовил его алиби для часа. В общем, я готовил алиби, он для часов до инцидента, после инцидента. Даже если какие-нибудь члены мафии выживут и будут пойманы, никто не назовет мое имя. Все готово. Направим себе в комнату 906. Корона уже должен ждать в комнате, где остался мой отец. О, мы можем поиграть за расу. О, как же это здорово. Все же очень странно он выглядит. Ну, это, наверное, вообще странная особенность местных спрайтов. Ей, трупы. Убитка, убитка роном. Возможно, это охранник Херальда Барлеса. По-моему, это член мафии. Хорошие же у него были телохранители. Вип-комната отеля. Центрального отеля. Ты, наконец, здесь. Все готово. Ты оглушил его. Если ты пришел сюда первым, ты должен был об этом позаботиться. Нет, ты должен убить его. И показать свою стремленность. Я лишь помогаю. Это естественно, что я не коснусь ей пальцем нынешнего мэра. Хм, понятно. Конечно, внимание тоже станет проблемой. Я заставил его потерять сознание и жалости к тебе. Жалости. Используй столько времени, сколько тебе надо. Но ты должен убить его. Последнюю ночь, ты сказал. Без моей подсказки я должен убить, Ральдобарус. Это твой неизбежный тест. Так, пройди его. Покажи, насколько ты амбициозен. Скажи, Корон. Я думаю, что есть разница в том, как ты и я думаем. Ты говоришь выбрать между властью и жизнью отца. Что это испытание, тест, чтобы получить кресло мэра. Но для меня, перед этим человеком, я вижу всё это не так. Что ты имеешь в виду? Для меня этот человек груз, балласт. У меня не было никаких чувств по отношению к нему уже долгое время. Если я нажму сейчас на спусковой крючок, всё, что тянет меня вниз, отпадёт. Всё, что останется, это будет эйфория. Так что я могу сделать это? Для меня это просто. Да, мне нужно только нажать на крючок. И с этим я получу всё, чего я хотел. Ну, никаких проблем, как бы. Всё отлично. Готово. Всё кончено. Теперь мне никогда не придётся никого слушать. Мой контракт с Диафом. Я завершу его. Какой ещё ку-ку. Представляете, тут просто стоит и говорит ку-ку. Какая-то насмешка над короном скрыта. Он сделал это так легко. Это не важно, что... Тего нынешний ли он мэр или мой отец. Что важно, это то, что он Иральда Барллс. Этот человек... Этот человек... Что? Ты должен... Ты должен... Ты должен уйти отсюда первым. Я принял решение давным-давно убить любого, кто станет на моём пути. Наконец-то я буду свободен. Сегодня я позаботился обо всем в этом отеле. Обо всём, что удерживало меня. Всё это исчезло. Наконец, жизнь Расслова Барллса начнётся. Ты имеешь ли... Ты имеешь ли... Это Рассл... Я иду. Я ещё посчитал его сначала слабаком, и внезапно он стал монстром. Да правда, что я помог ему зайти так далеко самому по себе? Я с нетерпением ждал твоего полупадения, но... Рассл... Что-то... Что подталкивает тебя заходить настолько далеко? Я думал, что он всегда будет... Трус. Но я ошибся. Ошибался с самого начала. С самого начала у него было... У него было холодное сердце и способность пойти на что угодно, чтобы достичь своих желаний. Я могу понять убийство мафии. Это фония в духе мэра. Но как он мог убиться его отца так легко? Бить своего родителя ради силы, которая приведёт его к падению? Он безумен. До самого конца он никогда не говорил об этом со мной. Если хочешь знать, спроси его напрямую. Это правда, без всяких сомнений. Что тот, кто создал безумие Рассл Барлоса, это я. Но разве в этом не заключается веселье для дьявола? Ты, похоже, всем этим вполне наслаждался. Да. Краймир, в это время, пока я был удивлён его действиями, наслаждался его внезапной переменной. С нетерпением ждал его будущее падение. В то время. Это она ещё не закончена, его история. Ладно, остановимся пока здесь. Моё тело чувствует себя лучше. Мы уже почти добрались до выхода. Если будет другая возможность, я продолжу эту историю. Нет-нет. Я так далеко зашёл, так что закончу историю. Тебе нужно прервать её вот так. Я стал говорить. Вот и всё. Что ж, давайте, наверное, на этом закончим серию. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Авангард. И до новых встреч, друзья. До новых встреч в следующей серии. Продолжение следует...